вот люди неугомонные есть каждый отстаивает свою правду и это вообще-то хорошо каждый со своих позиций но опять-таки вот я говорю и сейчас вот я ответил свете ларионовой сначала письменно но думаю нет надо ответить чтоб всем было ясно и понятно еще с моими комментариями и так света ларионова так яра протестует против этой там чистки против всего мол не укладывается в голове и так света ларионов при камнях в желчных протоках у 80 процентов людей будет желтуха также у 59 процентов будет сужение конечной части общего желчного протока это место называется большой дудинальный сосочек двенадцатиперстной кышки это сужение называется стеноз при этом отверстие сужается настолько что при агностике невозможно без значительного усилия провести в отверстие даже трех миллиметровый зонт или кататор фангарти с диаметром дистального конца три миллиметра это когда имеется действительно какой-то болевой там процесс болезненный процесс и когда все это спазмировано ясно понятно у людей в этой ситуации все желчные камни которые будут идти на выход по этому узкому месту у больных людей и диаметр которых будет более трех миллиметров будет неизбежно оставлен в этом месте разовьется механическая желтуха согласен согласен это у больного человека когда что-то там болит когда что-то там это там все спазмируется а это на секундочку у 59 процентов людей имеющих камни в желчном протоке а у нас почти все поголовно чистится поголовно чистится поголовно чистится те люди у которых нету этого вот вот это вот что-то вы говорите у которых там имеется камни 85 процента то есть это больные часть больных людей и в этой части больных людей 85 процента а сколько по отношению там к нормальным людям этот процент составляет кто его подсчитывал кто его и так а у нас почти все поголовно чистятся рожая при каждой процедуре по куче камни то есть все летит слово рожая я за это за цеплюсь при этом не испытывание малейших характерных проявлений вот что чистка делает да другими словами без клинической картины а такого не может быть в принципе понимаете вот не может быть в принципе а практика показывает что это может быть в принципе понимаете вот вот человек вот не может быть принципе а это может быть ну и дальше можем ли мы после этого сомневаться что вышедшие зеленые камни это камни из протоков да я сам видел когда они как веточки имеют форму протоков даже если кумекалка соображает то просто должны сомневаться кстати сколько ко мне вышло за одну чистку петровича вот сколько приведена ссылка значит мой ответ это пример из моей книги вышедшие камни из молодого человека возраст по моему там до 30 лет он сидит в шпагате с девочкой здоровый фото которого я привел книга без очищения нет исцеления заходите по ссылке мою библиотеку и можете посмотреть и почитать так выходит при чистке печени желчь слизь всевозможные вот эти вот конкременты камни может и живность кое какая выйти я допускаю что не все камни воскоподобные конгломераты это из печени не буду говорить что все это но чем больше указано выходит тем здоровее себя чувствует человек я именно для этого делаю для здоровья желчегонный эффект вызывая понос очищает все что ниже находится тонкий толстый кишечник и этим дополнительно способствует улучшению состояния здоровья что и наблюдается что и наблюдается понимаете если поэтому не наблюдалось на зачем там чистится вот я вот зачем считается зачем это приводить и так далее и то есть для чего это все мы делаем для чего мы идем к врачу чтобы сказать здоровыми для чего мы тут оздоровили себя для того чтобы стать здоровыми и у каждый кто своя правда но судят эту правду по эффекту после лечения врача или после того, как вы сделали чистку. Кстати, рожая при каждой процедуре, я теперь уцепляюсь за вот это вот слово, рожая при каждой процедуре по куче ко мне, при этом не испытывая ни малейших характерных проявлений. Очень хороший пример, по вашей логике, и родить будет нельзя. Просвет матки в обычном состоянии не способен так расшириться, в обычном состоянии, а ты думаешь, в какой-то болезненном состоянии, как вы там привели вот это вот у людей. Но во время родового процесса он расширяется. Те же ученые мужи, но не я же выдумал это, как вы все-таки не поймете, вы сами себе там противоречите, это уже не к свете относится, а к тем ученым, у которых одни говорят можно, другие говорят нельзя, вот это расширяются, другие говорят не расширяются. Так вот, одни ученые мужи говорят, что желчные протоки расширяются, вот только надо это вызвать. Другие говорят, что они не разваляются, что они во время, значит, болезнетворно распадаются, сжимаются. Это две большие разницы. Можно спазмировать, а можно расширить, как родовой процесс. Итак, можно расширить, а можно спазмировать. Это тот же родовой процесс. Правильно подготовились, и вы родили. Испугались, зажались, значит, у вас ничего не получилось. Действительно вы. Далее процесс, я просто не буду так сказать, на эту тему говорить. И как может понять нерожавшая женщина ту, которая родила, не пройдя этот процесс сама? Ну, как она может понять, что вот это вот пройдет? То же самое и чистка, понимаете. Вы сделаете чистку. Вот возьмите не вот это вот, все это пишите, а вот сделайте эту чистку. И тогда скажете, очень хочется вас светоудалить. У вас одно знание, у меня другое плюс практика, родового процесса в чистке печени. Пройдите свой родовой процесс чистки печени, и вот тогда скажите, все это не так. Вот это другое дело. Вот это я приму. А так ссылаться на больных людей, на то, что это, а я ссылаюсь на вот это. И мы никак с вами не найдем что-то там общего. Да и не надо, не хотите. Ну, опять-таки, я говорю, не хотите, не делайте, не надо. Я же вас не зову за уши, что-то туда делайте. Тем более, вот, картофельного отвара там попили, там что-нибудь там еще, либо там что-то там урастан, уралакс, какие-то там лекарства у медиков есть, которые рассасывают камушки, ультразвуком, говорят, их дробят. Ну, и все. Чего мы тут ломаем копия и луки? Субтитры сделал DimaTorzok